Добрый вечер, дорогие друзья. Передача «Откровенный разговор» продолжает свою работу. С вами я, Гелло Васадзе. И сегодня мы поговорим с членом правления грузинского центра стратегического анализа GISAG, Ваном Мачавриани. Приветствую, Ваном. Рад тебя видеть в родной обстановке. Ваном, в преддверии встречи Путина с Байденом, в общем-то, многие эксперты полагают, что мир находится на пороге холодной войны. Насколько американская элита и насколько мир готов к холодной войне? Я думаю, что все-таки вопрос сейчас стоит по-другому. Мы находимся в каком-то режиме красных линий. Насколько она холодная война и насколько она вообще война, я думаю, что это, конечно, по моему мнению, намного лучше, чтобы для Путина и для России, чтобы она себя показывала наравне с Соединенными Штатами Америки и показывала, что у них отношения такие холодные, войны, этапа периода Советского Союза. Но я думаю, что сейчас ситуация такова. Есть красные линии у России, которые никто не принимает. И не Украина, и не Европа, и не Соединенные Штаты. Россия старается с возможностями максимально это демонстрировать. Были эти демонстрации в Сирии, эти демонстрации в восьмом году Грузии, сейчас на Украине, в Украине, извиняюсь. Так что вот этот маневр, который мы все видим, Россия и Путин совершают, это результат этого, что уже вторая встреча будет между президентом, американским президентом и президентом России Путиным. И не будут обсуждать вопросы, которые Путин и в своих речах, и в приветствии всех этих возможностях говорил, и на встрече в МИДе, на встрече с разными лидерами, что красная линия, которую Россия хочет, чтобы американцы поняли, что это существует, он хочет довести это до Соединенных Штатов. Я думаю, что вот сейчас вопрос как раз примет ли Запад, примет ли Соединенные Штаты эти красные линии. Эти красные линии, они четко были высказаны, что Украина и Грузия не должны никогда стать членами НАТО. И Россия должна принимать решение в одностороннем порядке, я бы сказал, будущее должно ждать и Украины, и Грузии, и вообще постсоветских стран. И я думаю, что это очень странное вообще геополитическое заявление, исходя из того, что мне поменялся, и для чего это делается, кроме внутренних каких-то дел, это очень круто понять. Ладно, но ведь красная линия прочерчена уже давным-давно, например, по Грузии, красная линия и для России, и для США, и она проходит прямо по Грузии, она еще в 2008 году была прочерчена, по Украине в 2014 году. Что побуждает Путина к торрективным действиям, чтобы обязательно встречаться с Вайтовым, чтобы обязательно с ним это обсуждать, можно ли сказать, что он видит слабость нынешней администрации для того, чтобы попытаться, ну, в определенной степени это ревизионизм, то есть пересмотреть то, сложившееся в статус-кво, которое есть, или наоборот, это результат того, что Путин опасается активных действий со стороны Соединенных Штатов Америки и действует на упреждение? Я думаю, наоборот, да. Наверное, всем было понятно, что после встречи с Байденом Путин неоднократно говорил, что он был, в принципе, доволен встречи с президентом Байденом, и решительность президента Байдена и его позиции. Я думаю, что Путин прекрасно понял, что у Путина очень мало вариантов общаться с Соединенными Штатами. У Байдена есть решительная позиция, у него есть администрация, которая прекрасно понимает, как вести дело с Россией. Я думаю, что риторика министра иностранных дел Лаврова тоже доказывает, что, в принципе, у них есть проблемы с пониманием Соединенными Штатами и пониманием того, почему Соединенные Штаты не понимают эти красные линии, которые, я думаю, что на твой вопрос, я думаю, что они хотят новые красные линии. И это красные линии, которые они хотят особенности в Украине перевести поближе тем геополитическим идеям, которые у них существовали, существуют, и существовали, и существуют, так называемая «Малая Россия», и повесить и Черное море, и регион Черного моря, и Грузия уходит в это, я думаю, геополитическое видение, повесить железный замок, занавес, и чтобы Россия, в принципе, была бы главным игроком. Несмотря на то, что большинство государств, которые являются членами НАТО, это Болгария, Армуния, Турция, и Украина и Грузия, которые являются особенными партнерами НАТО, и в принципе, Россия остается одной в Черноморском регионе, которая просит больше, чем она, в принципе, заслуживает и упирается на силу. Думаю, что тот вариант, который в России, в принципе, они предлагают новые красные линии, они как раз геополитически, в принципе, они все-таки идут вот этому железному занавесу на Черное море и распределение интересов в Украине и в Грузии на Черном море. И этот разговор очень интересен для России, потому что они должны доказать, что они, в принципе, хозяева в этом регионе, а ни европейцы, ни украинцы, ни грузины, ни американцы тем более. То есть речь идет о том, что все-таки какие-то надежды на договоренность у Путина есть? Или это игра ради игры? Я думаю, что это игра идет. Какие должны быть у него, в принципе, ожидания? Президент Байден четко свою позицию высказал. Я думаю, что было для него очень важно также встретиться с Путиным, посмотреть реально на лидера, который в ВСКХ, поговорить с ТТТ. Я не думаю, что американцы меняют свою позицию, тем более в отношении Украины. Украина все более и более принимает очень важное место в европейском безопасности, системе европейской безопасности. Все понимают, что линия фронта не только с Россией, но и демократическими управлениями проходит активно в Украине. И планы, которые есть у России, сверху, в принципе, правительству Украины, с точки зрения военной, не одними способами. То же самое можно сказать про Грузию, что, в принципе, гибридная война, которая реально ведется в Грузии, она тоже имеет цель как раз до конца довести дело, чтобы иметь в Грузии правительство, которое в большинстве своей будет проводить российскую политику. Ну, вот эти вопросы их волнуют, и это волнует для того, чтобы показать своему населению, что они их хозяин здесь, а не какие-то там украинцы, грузины или европейцы, или американцы. Я думаю, что вот эти тактические шаги, они как раз важны для Путина больше, чем стратегическое мышление, потому что время, которое он себе дал до 2024 года, я думаю, что более для него тактические шаги, чем стратегическое ведение, и как они могут это, в принципе, все осуществить. Значит, своими действиями всеми Путин пытается доказать, что он готов идти до конца, то есть он готов идти до крайней меры, вплоть до широкомасштабной войны с Украиной. По крайней мере, намекально это, но насколько это реально, это гадать всем, и что в голове у Путина, как говорится, все эксперты, я думаю, что согласятся, что это трудно просто жить реально, для чего и когда это все произойдет. Но факт остается фактом, он добился второй встречи, факт остается фактом, что у него будет возможность поговорить насчет новых условий, и красных линиях, которые просто он для себя придумал, что как будто как-то сказал, что Запад никогда не давал такого условия, что надо не будет расширяться на восток. Это было советские времена, все прекрасно помнят, это было в Горбачеве, и вообще тогда государств таких постсоветских даже не существовало. Речь шла, насколько я помню, насчет Германии, восточной Германии, насчет каких-то предложений, и вообще разговор не шел ни о каком условиях Запада с России насчет НАТО. Так что и самое главное, просто они придумывают, какие реальные, как будто НАТО с правой собираться на Россию нападать, и это реально просто, никто не верит, кроме российского руководства. Я думаю, что даже российские, все эти пропагандические телевидения, которые стараются доказать это, я думаю, что более, более мудрые, они, я думаю, что все-таки они теряют свое влияние на мнение населения России, потому что никто в конце-то в конце не хочет войны с Украиной, не хочет войны с США. Я тебе скажу, что я недавно столкнулся с весьма забавным утверждением, что, ну все это было бы забавно, если бы не было бы так грустно, что, мол, вообще-то расширение НАТО было предпринято для того, чтобы потом силами поляков, венгров, чехов, румын, болгар, оккупировать Россию. Там эстонцев, латышей, конечно, и Литва самая мощная, видимо, была бы сила, которая бы оккупировала Россию. А, мол, сейчас это у них не получилось, но, с другой стороны, если это у них не получилось, то чего же так бояться расширению НАТО? Но так или иначе, хорошая отсылка к Советскому Союзу. Глава Пентагона на днях пообещал защитить Украину от Советского Союза. Причем Лоя Достин это сделал на пресс-конференции в Сеуле, и многие написали, что он перепутал Советский Союз с Россией. Как ты думаешь, он перепутал или это такой тонкий троллинг? Правда, такое не прикидывается. В принципе, перепутал, и, я думаю, больше и больше есть какие-то аналогии. И, я думаю, что российская страна и руководство России, в принципе, было бы очень рады, чтобы воспринимали как раз статус той страны, которая являлась советское государство. В принципе, я думаю, что реально все прекрасно знают возможности России и готовность России вести или не вести прямую военную конфронтацию с НАТО. И самое, я думаю, что важное то, что Украина приобретает очень важную роль как раз в европейской безопасности. И все прекрасно понимают, что если не Украина, то следующий фронт линии пойдет на Польшу и на Балтийские государства. Самое важное, что Украина, в принципе, понимает эту важную роль, она готова взять эту роль на себя, максимально сдерживать Россию. И те военные действия, те агрессии, которые в 2016 году завершилась аннексией у Крыма и в Донецком и Луганском, в сепаратических этих регионах до сих пор идут военные действия, в принципе, вот эта идея малой России, вывести российские войска до конца Одессы и взять под контроль Азовское Черное море, они, конечно, присутствуют в российских геопаратических мыслях, и, конечно, Путин думает об этом. Но Украина оказалась крепким орешком. Я думаю, что самое главное, что есть очень много сотрудничества, поэтому и диалог с партнерами из Польши, из Балтийских стран, и они совместно, думаю, насколько я знаю, работают насчет безопасности Украины. Есть конкретные уже технологические решения, которые приняты с турецкой стороны, насчет трона, насчет новых технологий в военном сотрудничестве. Это, конечно, для России очень важно. Она в России реагирует на, моментально реагирует на изменение баланса сил не в ее пользу. Это было и в Грузии в 2000 прошлом году, когда она поняла, что баланс военный может измениться не в лучшую сторону для России. И сейчас она прекрасно понимает, что то, что произошло в конфликте в Горном Карабахе, и не то, что там было сделано с новыми технологиями и дронами, если это самое произойдет в Донецке и Луганске, что у Украины оказывается преимущество насчет военное преимущество. И для России, которая до сих пор пользуется какими-то приисторическими дронами и технологиями, это был большой, серьезный сигнал. И то, что американцы и европейцы готовы снабжать Украину с военной техникой, с инструкторами и давать огромное финансирование, потому что они прекрасно понимают, что Украина – это не в 2021 году, это не Украина в 2014 году. Я думаю, что это самое интересное для нас, для Грузии, тоже подумать, потому что Украина делает все, чтобы не потерять интерес к всему, и как раз себя позиционировать как реального игрока, для политики Черного моря и европейской безопасности. А Грузия должна тоже подумать, не говорю, что идти в конфронтацию, но она должна найти свою роль, и как раз встреча Байдена и Путина онлайн, которая пройдет следующий, я думаю, завтра, насколько я это помню, она будет как раз, разговор будет как раз с российской стороны, вот эти красные линии, что Украина, и вот это решение, которое было принято в Бухаресте в 2008 году, чтобы она, ну-ка, наверное, Запад, и вот это предрешение было отменено, и Запад дал бы им какие-то не только словесные, но какие-то договорные уже решения, и письменные решения, что вот это решение будет отменено, и Грузия, и Украина никогда не станет членом НАТО, и никогда не будет располагать военные инфраструктуры НАТОвских войск, несмотря на то, что Украина или Грузия хочет этого, и нуждается в этом, и не нуждается. Так что как раз разговор между Путиным и Байденом не будет только об Украине, будет как раз с инициативой России, что Бухарецкий, вот это решение Бухарецкого должно быть отменено, и все вот эти письменные условия, которые Россия ставит перед американцами, она будет использована для повода для того, чтобы действовать или не действовать уже потом в Украине, с точки зрения военной или политической, и я думаю, что будет очень важно для нас в Грузии не пропустить динамику отношений и развития событий в Украине между американцами и российскими без диагноза. Украина действительно действует очень правильно и точно, я бы сказал, и в принципе мы видим со стороны Соединенных Штатов действительно решительную поддержку Украины, ну, например, недавняя встреча Энтони Бринкена и Сергея Лаврова показала это, что достаточно серьезно, скажем, там была пикировка между Лавровым, и Бринкеном Лавров тогда сказал, что, мол, был военный переворот в Украине, на что Бринкен ему ответил, что вообще-то тогда было убито больше ста человек, силы подконтрольные президенту Януковичу. То есть, в принципе, более того, более того, Wall Street Journal сейчас пишет о том, что, значит, необходимо отправить советников и инструкторов в Украину, ну и, естественно, вооружение, вооружение и еще раз вооружение. Насколько Запад готов не только за Украину так же сражаться, ну, скажем так, сражаться, защищать, поддерживать, поддерживать, правильное слово, поддерживать, но и Грузию так же поддержать, так же поддерживать? Ну, мы видели визит главы Пентагона Грузии, мы прекрасно слышим те заявления, которые идут из Вашингтона, но насколько грузинские власти здесь готовы идти два шага вперед, чем они сейчас остаются на одном месте, топчутся, я думаю, что это и ясно всем, что инициатива не идет из грузинских властей, инициатива идет нашим с американскими партнерами, потому что они не видят Грузию как раз частью вот этой европейской безопасности в регионе Черноморского региона, в Черноморском регионе, потому что они правильно читают геополитическую ситуацию, и они прекрасно понимают, что фонд как раз геополитически проходит не только в Украине, но и в Грузии. Самое интересное то, что для Грузии это очень важно, то, что мы слышим с американской стороны случаи, если Россия решится все-таки на боевые действия и на военную эскалацию, разговоры и предупреждения российской стороны насчет санкций, которые Россия до сих пор не видела. Масштабы и заявления министра иностранных дел Лаврова, я думаю, что очень важно, потому что есть осторожность. Потому что после встречи с Блейкиным он понял, что это реально. И те санкции, которые могут вести против России в случае военной агрессии в Украину, они очень серьезно будут влиять на финансовые, экономические отношения и вообще ситуации в России. где не будут какие-то персональные, но уже идет разговоры насчет северного потока, насчет комбаний, которые будут делать в России, насчет финансовых приливов в Россию, насчет свифта. Все эти разговоры инициированы уже в Конгрессе, документы реально существуют. И Россия прекрасно понимает, что Россия – это не Советский Союз. И самое главное то, что, в принципе, если посмотреть, логично было бы, чтобы американцы прекратили вообще эти отношения с биржами, с Россией, своих понятий насчет европейской безопасности. Потому что Россия понимает европейскую безопасность как небезопасную в Россию в Европу. И те военные агрессии, которые были в Европе, были только с российской стороны. Никуда никто не торгался. Это была Россия в 2008 году Грузию, в 2014 году Украину. И так и прорытная война, которая идет и в Балтии, и в Восточной Европе. И эти миграционные кризисы, который был в Беларуси провоцирован. Я думаю, что ЗАМ прекрасно понимают американцы. И самое главное, что уже европейцы это понимают. И с появлением нового правительства в Германии, нового министра иностранных дел в Германии, и другой коалиции, которая сейчас существует в Германии, Россия все-таки настороженно смотрит на реальную возможность в случае районной агрессии, чтобы эти санкции будут реально приняты и имплементированы. И Европа будет на стороне американцев, и не будет каких-то там срочек или каких-то отговорок. И Лавров, конечно, понимает это все прекрасно. И насколько Путин понимает это и хочет принять вот эту реальность, и насколько его геополитические планы больше важны для внутренней политики, для консалитации, поддержки населения. Это все, конечно, факторы, которые мы должны как специалисты учитывать. Но самое важное тоже, что и российское население, в принципе, не готова к войне в Украине. Насколько я знаю, что 80% россиян против войны с Украиной. Они не готовы к вторжению России в Украину. И думаю, что Путин как раз это должен понять, что это будет его личная война, не война России. Как он это смог к своему сформулировать против Запада, потому что там воевать было не с чем. Но вот Украина – это уже реальная война, реальными трупами, реальными солдатами, реальными гробами. Так что Украина тоже доказывает, что она готова сражаться за свой суверенитет и безнезависимость. И она более готова и более подняла роль свою. Для них это очень важно – консультировать свое государство и национальную идею, потому что войне как раз формируется идея своего государства, своей свободы и независимости, потому что они были атакованы и все это война не заканчивается. Пока с российской стороны и апелляция на какие-то нарушения с украинской стороны, минских соглашений, каких-то договоренностей по сравнению к тому, что Россия нарушила, все эти договоренности двусторонние и международные по отношению к Украине, это просто непонятно, о чем вообще российская сторона намекает, потому что реально они все прекрасно понимают, что нужно говорить с украинцами, с президентом Украины уже на реальных условиях и новых обстоятельствах. Если они, конечно, хотят мира, но Россия, конечно, не хочет, неравно создаёт конфликты и в Грузии, и в Украине, для того, чтобы управлять этими конфликтами, они их решают. Понятно, но не могу не спросить о роли Турции и о том, что какую роль играет тут то обстоятельство, что, скажем так, не безоблачные отношения между Соединенными Штатами и Турцией. Видишь ты выход? Потому что для нас это крайне важный вопрос, крайне сенситивный. Ну, конечно, отношения непростые. Фактор президента Эрдогана, он очень реальный фактор и то, что там происходит и отношения, которые не складываются никак, они реально существуют, но по сравнению с тем, что может это как-то поменять отношения между Американцем и Турцией, я думаю, что переулечит. Самое интересное то, что сама вот концепция внешней политики Турции насчет сдерживания и балансирования, которое долго уже существует, Турция все-таки придерживается. Она максимально старается сдерживать Россию как член НАТО и для него тоже для Турции как суверенного государства. Самое важное как раз в членстве НАТО, что она имеет все возможности сдерживать Россию в региональном контексте. И политика балансирования, ну, ему сейчас приходится балансировать в исторические времена не только Россию, но и Запад. Потому что у Турции есть особое какое-то положение в этом регионе, она и в Европе, и в Азии. И я думаю, что как раз вот эти непонятности, непонимание ситуации на Западе, особенность ситуации у Турции, я думаю, что Турция более-менее старается балансировать свои интересы и с Западом, и с Востоком, и с Россией. И я думаю, что больше и больше людей и в администрации понимают это, чем это понимали в администрации или у Бамы, или у Трампа. Так что, я думаю, что в конце дня Турция делает то, что нужно. И то, что она сотрудничает и с Украиной и сотрудничает с НАТО, и с Американцами, они прекрасно принимают геополитику европейскую безопасность и геополитику Черноморского региона. Так что, я думаю, что это какие-то недоразумения, которые всегда существовали, но это не повод для каких-то особых проблем. Понятно. И еще один вопрос по поводу того, как ты думаешь, какова вероятность того, что на этой встрече, пусть и виртуально, визуально, но не важно, это встречи, это переговоры официальные, вспомнят про главный региональный конфликт наш, конфликт между Азербайджаном и Арменией. Шансов мало, конечно, честно говоря, потому что условия, которые я говорил об этом, представляет Россия на этой встрече насчет этих красных линий, это все-таки НАТО. И расширение НАТО на восток, и Украина, и Грузия все-таки на... Эти вопросы для России более важны в контексте НАТО и в европейской безопасности и роли Соединенных Штатов в этой безопасности. Они прекрасно понимают, что американцы и британцы тоже в этом контексте, они, как говорится, «вэрбэк». И они вернулись в эту картину. И было для этого, конечно, Украина и европейская безопасность, и восточные европейцы, которые, я повторюсь, прекрасно понимают, что если сейчас будет Украина, завтра это будет Польша и Балтия, и они прекрасно выявляют и говорят об этом, американцы прекрасно понимают, понимают уже немцы, понимают уже все остальные европейцы, но что с этим делать, это уже решать уже в очень коротком времени ведется европейцам. и Сальпанджан и Армения, конечно, важный фактор в геополитике этого региона, но я думаю, что все-таки внимания будет больше делено к вопросам, которые поставлены и в районе Грузии, и НАТО, и расширение, и потенциальные операции этих стран, они будут более чем... И самое главное, чтобы показать, что Россия тоже является важным игроком не только в региональном, но в глобальной политике это очень важно, так что будут разные намеки на то, что Россия и американцы согласились, что они соглашаются, говорили, что они договариваются, но и будут вопросы, как и на последнюю встречу, в которой американцы и российский президент, американский президент, более или менее у них будет позиции близки, и какие-то позитивные сигналы все-таки будут, если, конечно, Россия не имеет цель в этой встрече показать более конфронтационные фон, чем предыдущие встречи. Ну, завтра мы это уже увидим, вопрос, и последний вопрос, вопрос, в общем-то, ключевой для нас, главный, является ли сотрудничество с НАТО и США гарантией безопасности Грузии, того, что Россия на нас не нападет? Я думаю, что больше, чем что-нибудь мы можем для себя просто придумать, это может даже стать самым. И реально, я думаю, что вот эта картина, геополитическая картина и безопасность, европейская безопасность в этом нашем районе, регионе, она очень важна, что она принимает очень актуальный характер. И в принципе история показала, что самые лучшие гарантии мы приняли как раз с НАТО и с американцев. И то, что Россия остановилась в 2008 году и оккупировала больше всю Рокрузию, как раз заслуга нашего сотрудничества и близких отношений и с американцами, и с НАТО и европейцами. Это все прекрасно, все прекрасно понимают в Грузии, прекрасно понимают в России. И я думаю, что самое главное сейчас найти новую форму, новую роль в Грузии в этой европейской безопасности в нашем конкретном регионе, чтобы она была побольше. И конечно, никто не будет делать двое дело, как это показала Украина, что Украина должна защищать свою страну своими максимальными ресурсами, насколько это возможно тех политических и финансовых реалий. Грузия думаю, что должна показать больше. И последний визит главы Пентагона дает возможность для Грузии, чтобы она более была готова показать, что она реально владеет войсками, которые действительно могут защищать конкретные объекты, конкретные свои территории. И для России это все понятно. Они не хотят войны везде вокруг, и это очень дорого стоит. как раз тема того, что следующая война России может для России окончиться уже серьезными санкциями, для России очень болезненными, может и фатальными финансово-экономическими. Россия все-таки понимает, и не не хотят до конца конфронтации с самодельным американцем, потому что для Путина он не молодой Путин, он не Путин в тысяч каких-то годах, и это не Мюнхенская его доклад. Я думаю, что это все-таки позиционирование себя из России как важного игрока в региональном и глобальном контексте. И в принципе то, что они хотели добиться в Грузии и те военные базы, которые у них есть в Суркоме, для них достаточно, и они не хотят сейчас влудить воду больше, сейчас. И Грузия должна использовать это время, чтобы усилить свои возможности и показать, что Грузия ближе нато, чем она была ближе так 2-3-4-7 лет назад. Они должны хорошо нужно, я думаю, почерпнуть, что они не то, что не хотят, они не могут. Не могут в силу того, что да, действительно, у нас есть определенные гарантии от Соединенных Штатов и нападение на Грузию со стороны России будет иметь не меньше фатальные последствия для Соединенных Штатов, чем нападение на Украину. Другое дело, что у Украины гораздо больше внутренних ресурсов для сопротивления. К сожалению, таких внутренних ресурсов у Грузии нет. Я просто хочу, чтобы это было хорошо. Я бы сказал, что и воля, и готовность. Я думаю, что как раз украинские власти правильно это все поставили, явно. Но наши власти как-то очень нейтрально к этому относятся, как будто у нас нет оккупированных территорий, как будто эта война закончилась, как будто мы выиграли войну, и у российских властей нет планов насчет реинтеграции Грузии обратно в свое постсоветское российское какое-то сферу влияния. Так что я думаю, что как раз проблема заключается в том, что грузийские сегодняшние власти не игнорируют реальную безопасность и очень многие люди и население Грузии недовольны этим, но что с этим делать, это уже проблема, которую нужно решать. выход заключается в том, что Грузия хочет или не хочет в региональном геополитическом переделке она должна занять сторону. Это не может быть нейтрально сейчас. мы геополитическом 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 удачном моменте момента рано или поздно он все равно наступит. Я в этом уверен. геополитическом важно, компетентные люди занимались этим вопросом. просто люди, которые думают, что авось принесет, авось не пройдет и не будем в это вовлечены. Но опять же регион он небезопасный, он тем более конфронтация в Украине она реальная и война между Азербайджаном тоже реально произошла. Реальный фактор, Россия одна фактор и тоже нам самый главный фактор, что американцы плитации европейские уже смотрят на Черное море и Черномерский регион как реальная часть европейского безопасности из-за как раз военного уторжения России в Украину. Грузия должна висеть, что она вообще хочет с этими отношениями делать, до сих пор была очень комфортная ситуация мы с ними сотрудничали минимально насчет обеспечения своей безопасности но мы работали с ними насчет миротворческих международных миссий сейчас уже наши американские партнеры предлагают нам территориальную защиту и подготовку наших войск с точки зрения защиты не только Грузии в роли безопасности Черного моря так что хочет Грузия или не хочет она должна принять решение как она собирается это все делать и моя тоскрая уже никак не получится и думаю что это важный вопрос мы поняли что это исторический момент реально и больше американцев больше европейских больше безопасности Грузии конечно никто не будет сражаться и воевать за нас но до этого дела должно не дойти потому что самое главное что между западом и Россией есть такая политика сдерживания для Грузии вот это сдерживание запада России она важна потому что Россию не изменить она не хочет изменяться она не хочет она становиться частью демократического сообщества она агрессивна она имперска у них есть планы насчет таких своих сфер влияния мы должны балансировать максимально и сдерживать эти интересы и не забывать что у нас путь как раз развития проходит через запад и на запад и наши партнеры и наши соседи и Азербайджан и Армения и Пурция и Туи и Украина как раз только будут приветствовать эти шаги и думаю что они хотят больше чем мы хотим чтобы Грузия была побольше интегрирована в запад потому что для них это выход на запад и они об этом говорили не раз но за нас этого никто не сделает огромное спасибо Вану за очень интересную беседу я думаю что мы не раз еще вернемся к этому вопросу я просто хочу чтобы хорошо поняли те кто смотрит эту передачу представлять себе что Россия может в любой момент проглотить Грузию слопать ее и никто ничего не скажет слова а Путин пока такой добренький и этого не делает было бы очень большой ошибкой раз не делает значит не может думаю что цена очень большая спасибо Иван огромное спасибо что были сегодня с нами всего доброго и до новых встреч